В данном случае стримы используют крупнейшая ядерная держава. И такой остаёмся. Это вызывает определённые опасения у наших партнёров. И нас там покачивают, чтобы мы не забывали, кто здесь на нашей планете хозяин. Так и слушались, и чувствовали, что у них есть рычаги влияния на нас внутри нашей страны. Поэтому, если речь идёт о гуманитарных вопросах, связанных со здоровьем, ещё с чем-то, это нормально. Но когда деньги из-за границы вкладываются в политическую деятельность внутри страны, это должно нас заставить задуматься. Особенно недопустимо вливание иностранных денег в избирательные процессы. Нужно вырабатывать формы защиты нашего суверенитета, защиту от вмешательства извне. Я посмотрел на первую реакцию наших американских партнёров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выбора. Она сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя ещё не получила даже материал обдичь, наблюдателей обдичь. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. И мы никого не должны ограничивать в этих гражданских правах. Если кто-то нарушает закон, то органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми законными средствами. В нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет. Мы видим, что происходит в некоторых регионах. Там, где функционеры партии не прошли, а прошли представители Народного фронта, сейчас на них уже начинают оказывать давление с тем, чтобы они сдали свои мандаты в пользу представителей Единой России. Я к Единой России отношусь очень с нежными чувствами. Это организация, которую я в свое время и создавал. Но я обращаюсь к вам и к тем кандидатам, которые прошли по спискам, не поддаваться никакому давлению подобного рода. Никаких мандатов никуда не сдавать. В Думе должны работать те, кто победили на выборах в честной и открытой борьбе. Как на места.